Добрый день, команда! Как меня слышно, поставьте плюсики в чате. Отлично! Спасибо за обратную связь. С вами сегодня Лилия Донскова. Ребята, у нас сегодня итоговое занятие. Для тех, кто пришел у нас не первый раз, у вас еще будут занятия продолжаться на следующей неделе. Может быть, что-то будет непонятно, но вы вникайте, потом соберете все пазлы, картины, и появится четкое представление, что должно быть, по крайней мере. Итак, давайте с вами сначала подведем итог. Напишите, пожалуйста, обратную связь. Ребята, что за эти четыре дня обучения, которые у вас прошли, что вы себе почерпнули? У нас в основном команда такая уже сплоченная. Здесь сегодня собрались люди, которые со знаниями. Давайте тогда посмотрим на это обучение с точки зрения новичка. Заодно вы мне подскажете, насколько это обучение доступно и по силам любому человеку. Можете ли вы это сделать? Попробуйте с точки зрения новичка посмотреть. Может быть, вы дадите какие-то рекомендации по улучшению школы. Может быть, ее можно упростить. Как-то пишем, пожалуйста, все обратную связь. Буду вам за это благодарна. На это мы выделяем буквально минуточку. Так, все, да, все доступно, просто и самое нужное. Про развитие бренда мы хорошо дали на доступном уровне. Мы прививаем здесь понимание, что нужно развивать себя, читать, смотреть, быть активным и не ждать, что деньги на голову посыпятся. Все доступно и понятно. Ну, окей, спасибо. И давайте тогда последний урок проведем тоже на самом высоком уровне. Так, я вот вижу, у нас Татьяна Васильева зашла, совсем новичок. Вот, знаете, Татьяна, если честно, я бы вам рекомендовала с понедельника начать проходить школу. Но если уж пришли, есть время, вы слушайте. В любом случае сформируется уже образ и понимание, что нужно будет делать и к чему идти. Да, просто ребята начинали с понедельника заниматься. Развивать себя как бренд. Да, все правильно. Маркетинг дали, планирование дали. Итак, давайте теперь соберем все в кучу. Ребята, прошли 4 дня. За эти 4 дня у вас в копилочке должно появиться уже для раскрутки личного интернет-магазина следующие вещи. Первое. Аккаунт Google. Ставьте все плюсики, у кого есть, у кого нет, минусы. Почта на Gmail. До чего это нужно? Вы наверняка уже поняли, чтобы мы с любого гаджета могли иметь доступ ко всем своим документам и блогам для работы. У всех должен быть скайп обязательно. И уже прошли скайп-собеседование с наставником. Однозначно. Это первое, что должны были сделать. Аккаунты создать в разных соцсетях и по правилам брендирования наполнить их содержимым. В процентном содержании, чтобы было 30 о себе, 30 о хобби и 30% только о работе и ни слова об Арифлее. Где брать картинки, вы все знаете. Правильно? У вас есть расписание скайп-собеседований, куда вы можете приглашать уже своих знакомых, со списка знакомых, чтобы уже опытные менеджеры, наставники объясняли людям смысл нашего бизнеса и ребята уже принимали решение, ваши друзья, надо им это или нет. Вы должны четко понять после этого обучения, что есть такое понятие, как отказы, и к ним нужно относиться абсолютно спокойно. И в этом нет ничего страшного и ужасного. Отказы есть, это нормально. Потому что все люди разные, у каждого своя точка зрения и свои желания. Кому-то нужно многое, у них есть амбиции, цели. А кого-то устраивает то, что у них сейчас есть, и менять свою жизнь они ничего не хотят, пока они не собираются. Так, я сейчас делаю, с вашего позволения, скрин, кто у нас присутствует на школе, чтобы мне... Да, или кого-то попрошу, сделайте, пожалуйста, скрин присутствующих, и мне скиньте в личку для отметки. Далее, у вас есть расписание занятий, которые вы должны получать с первого дня обучения. То есть, если вы регистрировались и дали свою почту электронную, то вам должно обязательно приходить расписание занятий. Вы по времени, по московскому времени заходите заранее и слушаете темы, которые просто необходимы. Обучаться нужно каждый день, если вы хотите быстрого карьерного роста и высоких доходов. Ребята, здесь важна прокачка лично себя, своего мышления, сменить мышление, и вы поменять все в своей жизни. Далее, у вас должны быть контакты менеджера и всех вообще вышестоящих менеджеров, чтобы вы могли всех найти, обратиться к ним. И это должно у вас быть в чек-листе, сохранено. Для вас есть стартовая программа, которую обязательно нужно пройти самому, по возможности, конечно, но это несложно. Чтобы вы потом могли рассказать своим новичкам про стартовую программу. У вас должен быть блок, форма регистрации. Есть такие вещи у всех, для того, чтобы вы могли от себя лично давать информацию, чтобы заявки приходили лично к вам. У вас должен быть написан список знакомых от 100 человек, и вы его должны постоянно, ребят, пополнять. Постоянно. То есть кого-то вспомнили, дописали, познакомились с кем-то, дописали. Список знакомых – это очень мощная заявка вселенной, что вам в команду нужны эти люди. Даже если вы не знаете пока, забыли, как их найти, потеряли контакты, сменил человек телефон, он все равно должен быть записан в вашем списке, потому что вы каким-то образом найдете потом этого человека. Веду семинар, перезвоню. Далее. Вы ознакомились с маркетинг-планом компании Reflame. Наверняка вы наметили себе цели, какие-то уже нарисовали перспективы, в течение какого времени, на какой уровень дохода вы выйдете. И обязательно список желаний. Я даже вам скажу больше. У нас есть специально отдельный тренинг, как составить карту мечты. Ребята, вы знаете, когда есть карта мечты, и она у вас висит перед глазами, то потихонечку все желания из этой карты начинают исполняться. То есть эта визуализация – очень мощный инструмент достижения целей. То есть вам нужны ваши желания. Далее под них подобрать картинки, вырезать их из журналов или скачать с интернета, распечатать. Лучше всего работает карта, которую вы сделали своими руками. То есть не просто в интернете вы накидали картинки и сказали, вот моя карта. Да, может быть, тоже неплохо. Но лучше всего, когда через ваши руки, через вашу энергию пройдут эти картинки, вы их сами подберете, наклеите на плакат и уже будете визуализировать каждый день. Это очень мощно. Ребята, у всех все это есть. Кто первый раз, конечно же, вам все это предстоит пройти. За 4 дня вы все это освоите. Представляете, сколько информации вы проработаете и сделаете. При этом все очень доступно и легко. Двигаемся дальше. Немножечко, несколько слов про правила, которые должен выполнять каждый человек, который нацелен на мощный карьерный рост. Ребята, вы знаете, может быть, вы будете даже смеяться от простоты этих правил, но это реально работает. Вы знаете, не надо изобретать велосипед, он уже есть. Поэтому чем проще, тем лучше. Смотрите, первый пункт. Просто потребляйте продукцию сами и рассказывайте о своих ощущениях, впечатлениях. Давайте ее пробовать своим близким и знакомым с целью собрать свою клиентскую базу из близкого круга. То есть переведите своих родственников и друзей из магазина, где они могут нарваться на подделки, покупать некачественную продукцию. В принципе, по аналогичным ценам переведите их в ваш интернет-магазин. Ребята, это можно решить. Поставьте пятерочки, для кого это не проблема. Пользоваться самому и перевести своих знакомых в свой интернет-магазин. Второй пункт. Посещайте обучение. Ребята, прокачивайте себя каждый день. Вы знаете, мышцы можно накачать? Можно. И вы знаете, мозг тоже можно накачать. Это доказано. Мозг нужно накачать каждый день, читая книги, просматривая семинары успешных людей. Ребята, смотрите семинары людей, которые в «Орифлейм» достигли успеха, которые не когда-то 50 лет назад стали директором, а смотрите, мощных, растущих, быстро растущих лидеров. Потому что они реально дают ценную информацию, которая актуальна сегодня. Особенно в интернете. Вы знаете, как работает интернет? Вот сегодня, например, актуален метод работы, а через неделю он уже может быть совершенно неактуален, мы будем работать новым. Поэтому вы постоянно должны быть в курсе. И не удивляйтесь, что у нас меняются сайты, меняются темы, мы говорим разную информацию. Ребят, ну реально все меняется. В интернете жизнь быстро очень идет, не как на обычной работе. Ребят, реально второй пункт сделать – просто обучаться каждый день, записать себе в план. Посещение семинаров, планерок обязательно, потому что на каждой планерке идет какая-то фишка, новости, новая информация. Поставьте семерочки, для кого второй пункт тоже может быть исполним. Третий пункт – постоянно работайте над приглашением новых партнеров. Ежедневно у вас должна стоять цель, личная цель – одна регистрация в день. Это ваша личная цель, понимаете? Ребят, если вы научитесь создавать поток людей в свой интернет-магазин, то среди многих регистраций к вам будут приходить разного типа люди. Первый тип людей – это те, которые зарегистрируются и будут молчать. Да, таких людей тоже будет какой-то там процент. Непонятно, зачем записались. Второй тип людей, которые придут просто потреблять для себя продукцию со скидкой. Третий тип людей – это продавцы, которые будут продавать. Им нравится это действие, им нравится быстро зарабатывать небольшую сумму денег. Их это устраивает. И четвертый тип людей – это ключевые партнеры. Ключевые партнеры на голову не падают, ребят. Их нужно находить, их нужно воспитывать, обучать, уделять им внимание. Как выявлять ключевого партнера? Ребят, смотрите, вот прямо на первых парах, да, как выявить ключевого партнера. Дайте ему самое простое задание. Вот после того, как он послушал презентацию, да, прошел все обучение, настроил инструменты. Да, задание самое элементарное – пригласить на презентацию или на скайп-встречу всего 5 человек из своего списка знакомых. То есть можно через интернет найти знакомых, пригласить или просто позвонить им по телефону. Мы на первом занятии очень подробно разбирали, как пригласить знакомых на встречу. Ребят, кто это занятие посмотрел и поднял трубку телефона или зашел в соцсети, начал искать своих знакомых и писать им уже приглашение, ребят, у всех начало поучаться. Я вот заметила активность от Натальи Варгиной. От нее вот вчера на презентации было 4 гостя. От Маши Скляренко, по-моему, вчера было 2 человека на скайп-собеседовании. 2 или 3. От Галочки Брюхановой 2 или 3 тоже на скайп-собеседовании. То есть, да, ребята, девочки начали активно работать в этом направлении. И пошел поток людей на встречи. Ребят, тут с горячих встреч идет самый мощный поток регистраций. Для кого это не проблема? Прямо поставьте десятку, что вы реально понимаете, что приглашать новых партнеров можно, это несложно. Если это делают другие, значит, смогу и я. То есть, мы держим фокус, чтобы 5 человек пригласить, потому что если 5 послушают презентацию или посетят скайп-встречу, ребят, из них 2-3 точно зарегистрируются. Представьте, что если в вашу команду каждый день только от вас будет заходить 2-3 человека. Во-первых, вы будете показывать пример новичкам, очень мощный пример. Потому что, да, люди ориентируются на вас. У меня, например, вчера было 3 заявки на регистрацию. Одну девочку прямо вчера зарегистрировала. Одну сегодня утром, уже прошли активацию. И одна заявочка пока висит. То есть, да, ну, сейчас только активацию прошли с одной, буду ее регистрировать после семинара. И уже раскидала еще 3 заявки, да, на заполнение. Да, я тоже постоянно работаю. Нагрузка идет помимо рекрутинга, большая. Но я постоянно своим примером показываю, как нужно рекрутировать. Поэтому, если вы нацелены на звезды, да, подняться высоко по карьерной лестнице, то в первую очередь вы должны сами выполнять вот эти 3 правила. Если вы их не выполняете, ребят, то дальше движение у вас будет очень медленное или вообще никакого. Я вижу только 2 десяточки. Ребят, по третьему пункту. Приглашать каждый день цель на то, чтобы находить новых партнеров в команду. Для кого это не проблема. Ставим десяточку. Кто осознает, что это делать надо? Это часть работы. Это наши должностные инструкции. Ежедневное приглашение людей. Обязательно используем минимум 2 метода. Один метод – это список знакомых. Этот метод – самый первый в сетевом маркетинге. Второй метод вы выбираете сами. Мы чуть позже это обсудим. Ваша основная задача – научиться не только рекрутировать, но и спонсировать. Давайте немножечко разберем, что это такое. После того, как у вас пришла заявка, первая заявка, вы должны понять, что спонсировать – это значит приглашать людей заняться то, чем вы занимаете. А спонсорство – это информационное сопровождение новичка. То есть не просто его записать и побежать за следующим, а ввести его в коллектив, показать ему инструменты, что делать, как делать, как зайти на семинар, как подписаться на школу, то есть сопровождение. Итак, начинаем. Первый шаг. После того, как вам пришла заявочка, вы регистрируете новичка. Где вы это делаете? Ребята, в личном кабинете. Вот смотрите, вы заходите в личный кабинет. У вас тут будет написано ваше имя, фамилия. Нажимаете на «Человечка» и выбираете из вкладки «Зарегистрировать нового человека», нового консультанта. Если вы будете регистрировать потом под кого-то из своих партнеров, то можно не заходить, в принципе, в личный кабинет, а нажать «Бизнес возможности», кнопочка вот здесь наверху, вы ее все видите, да, когда на сайт Арифлейм заходите, в личный кабинет не надо заходить, вы нажимаете «Бизнес возможности» и у вас в любом случае откроется вот такая формочка. То есть откроется вот такая форма. Единственное, что вам в конце нужно будет, если вы через «Бизнес возможности» заходите, указать номер дистрибьюторский человека, под которого вы хотите отправить новичка. Ребят, понятно, поставьте плюсики или минусы. То есть если вы первого регистрируете, то, конечно, под себя. Заходите в личный кабинет, нажимаете на эту кнопочку, открывается форма, и вы сюда переносите все данные человека, который заполнил заявку. В конце вы ставите вот так две галочки, что человек прочитал, принимает, и нажимаете кнопку «Зарегистрировать». Все, такие простые действия. Система обрабатывает заявку и выдает вам номер человека, если, конечно, человек ранее не был зарегистрирован. Если же вы под кого-то заходите через «Бизнес возможности», хотите под своего партнера записать «Новичка», так как мы делаем морковками, вы это подробно разбирали на маркетинге, то здесь внизу у вас будет окошечко номер спонсора. Вам нужно будет написать номер человека, под которого вы регистрируете. Когда вы нажмете вот эти кнопочки, система обработает и покажет фамилию, имя, отчество спонсора, под кого идет регистрация. Далее. Есть такое понятие, как международная регистрация. Ребят, если вам пришла заявка с другой страны, с Украины, с Белоруссии, с Казахстана, с Турции, ребят, откуда угодно, вы сначала заходите также в свой личный кабинет, на кнопочку нажимаете «Мой бизнес». Сейчас вернусь назад, покажу, где эта кнопочка. Вот эта кнопка, вы нажимаете «Мой бизнес», выбираете вот этот пункт «Зарегистрировать». А, «Международная регистрация», вы выбираете третий пункт «Международная регистрация». И выбираете вот этот файл, вот эта циферка 4, вот этот шаг, вы выбираете форму «Регистрация». И вам открывается вот такая регистрация международного номера. То есть вы выбираете страну в первой строчке, вот так нажимаете на стрелочку, выбираете страну, которая вам нужна. Вот здесь, для примера, показана Армения. Если у вас человек из Армении, вы оставляете эту страну, нажимаете себе вот эту синюю кнопочку, и система регистрирует вас на сайте этой страны. То есть вы сначала открываете себе международный номер, чтобы спонсировать людей из этой страны. Заранее открывать номера не надо, ребята. А то потом потеряете, да, забудете, куда записали. По факту, пришла регистрация с Армении, открыли номер Армении. У вас, может быть, и не будет вообще международных регистраций, но если они вдруг придут, то вы должны знать, да, как это зарегистрировать. Лучше всего первые регистрации провести со спонсором, чтобы не запутаться, сделать все правильно, научиться, как это делать, да, и чтобы потом уже учить своих новичков делать то же самое. Принято? Поставьте пятерочки. Далее. Когда у вас регистрация прошла международная, после этого вы заходите на электронную почту, вам присылают ваш номер и пароль, вы их себе записываете, переходите по ссылке на сайт этой страны, вводите свои номер, пароль, который вам присвоит сайт, и уже с этого сайта регистрируете иностранца. Понятно? Будет у вас международная веточка идти. Если же также будут приходить заявочки с этих стран, то лучше ввести одну ветку, например, пришла с Армении вторая заявка, вы ее отдаете опять этому человеку. Ребят, с международкой работать немножечко сложно, поэтому я вас прошу, специально не ищите людей с другой страны, потому что там мы не видим данные людей, и мы не можем просчитать, да, сколько баллов дает эта структура. Заранее мы этого не видим, мы не видим, кому мы можем помочь, потому что, например, этот же человек с Армении может зарегистрировать потом человека с Украины, с России, да, откуда-то еще, и ветки просто теряются, вы их будете видеть только по итогам каталога, то есть когда каталог закроется уже, пройдет полторы недели, и только потом вам присылают международный отчет. И вы уже ничего не можете никак повлиять на ситуацию, потому что все, каталог закрыт, а вы ничего не могли сделать для своих партнеров. Понятно, почему я вас не призываю работать с международкой. Немножко сложнее им помогать. Но если заявка пришла, не отказывайтесь. Берите, ну куда деваться, да, ничего, разберемся, подскажем, мы разобрались, значит, и вас научим. Далее. Что может появиться при регистрации? Например, вы проводите регистрацию, выходит такое окошечко, на английском написано «консультант» «ready exist», это означает, что консультант уже зарегистрирован. Ребят, Google вам в помощь. Не торопитесь паниковать, возьмите, просто скопируйте английский текст, вставьте в переводчик, и вам в переводчик выйдет, что консультант уже зарегистрирован. Или спонсор не может регистрировать новых консультантов, значит, человек не активировал личный кабинет. Вам нужно, да, в первую очередь, с новичком пройти активацию. Итак, смотрите, если вам выдает система, что консультант уже зарегистрирован, или электронный, там бывает, e-mail уже существует, это означает, скорее всего, что человек уже зарегистрирован в компании «Арифлейм». Вам нужно тут же позвонить вот по этому номеру, запишите его себе. Ребят, я очень многие вопросы решаю, просто сделав звоночек на эту горячую линию. Звонок бесплатный. Там вам спросят номер консультанта, серию номер паспорта, у вас в заявке все это будет. Там оператор проверяет по системе, есть такой человек или нет. Он может потребовать от вас дополнительные данные, если затруднения какие, да, система не может найти. По адресу, по электронной почте, по дате рождения. Ребят, если в системе найдется этот человек, вы можете просто уточнить, когда он последний раз размещал заказы. Вы знаете, да, если человек зарегистрировался и ни разу не разместил заказы, то через четыре каталога его из системы удаляют, и можно регистрироваться заново. Например, если вам говорят, что, да, человек уже три каталога не размещал заказы, он зарегистрирован такого-то числа, то вы можете просто человеку сказать, что, да, вы сейчас являетесь консультантом, вы в другой команде, но если вы хотите прийти в мою команду, то вам нужно подождать еще 35 дней, и мы сможем провести регистрацию и начать сначала с чистого листа. То есть есть нюансы, почитайте, пожалуйста, устав компании, там все прописано, сколько времени с момента последнего заказа человек может, да, заново регистрироваться. Самое страшное, ребят, переподписка людей запрещена уставом компании. То есть будут такие случаи, ситуации, что вам человек будет говорить, ну, пожалуйста, ну, давайте запишем мужа или мою маму, а потом она мне передаст номер. Ребят, нельзя. То есть сейчас система работает очень четко. Людей находят, находят по каким-то совпадениям, по элементарным, да, там буквально по адресу совпадение прошло, все, вашему новичку поставят блок, а вы на него потратите время. Но это не самое страшное. Вам тоже могут, да, сделать предупреждение, что вы занимаетесь переподпиской людей, это запрещено уставом, и может быть тоже произведена терминация. Вам же это не нужно, правильно? Поэтому будьте очень аккуратны. Если вы знаете, что у человека кто-то зарегистрирован уже в компании мама или сестра, или бабушка, или ребенок, то регистрировать нельзя человека. Далее. Мы регистрируем в глубину морковкой. Ребята, вот это очень важно. Смотрите. Берете человека, вот это вы, да, первого человека регистрируете под себя. Записывайте в журнале. Где у нас журнальчик? Вот тут в журнале записывайте. Вот не очень удачный пример, но я вам скажу, что у меня здесь записано. Фамилия, имя, дистрибьюторский номер, город, дата рождения, контактный телефон, электронная почта, скайп, ссылка на соцсети. То есть, да, если идет поток людей с интернета, то я могу просто, как бы, да, ну не успеть познакомиться с человеком, я просто забуду, где он у меня, откуда. Когда я открываю такой журнальчик, я тут же, да, могу нажать на ссылку в соцсети, перейти к нему на страничку и вспомнить, кто этот человек, да, почитать переписку, о чем мы общались. Или тут же у меня под рукой контактный телефончик я набираю и, да, общаюсь, говорю то, что мне нужно сказать. То есть у вас все должно быть под рукой. И когда придет следующая регистрация, то вы берете номер человека из журнала, последнего. Еще лучше ввести со спонсором вместе журнальчик. И, например, вы зарегистрировали человека. Спонсор находит, открывает журнал, берет номер вашего последнего новичка, под него записывает своего, фиксирует тут все данные, чтобы следующего вы уже записали под этого. Ребят, понятно, как делать вместе? Потому что первую веточку вы со спонсором должны построить примерно до уровня 9%. Вот эту ветку на 9% вы должны вывести вместе со спонсором. То есть спонсор вам помогает вести одного по другому цепочкой. Что это дает, ребят? Помните из маркетинга? Быстрый карьерный рост и быстрое нахождение ключевых партнеров в этой веточке. То есть вы должны за один где-то максимум 2 каталога, выявить в команде 2-3 ключевых партнера и выйти на уровень 9%. Это понятно? Поставьте пятерочки. Как только ветка укрепилась, стала сильной, мощной, вы берете вторую ветку, второго человека записываете под себя в первый уровень и уже без помощи спонсора сами ее строить. Потому что спонсор уже тоже возьмет другую веточку себе строить. То есть он не будет всю жизнь на вас работать, он вам помогает 1-2 каталога настроить систему работы. Далее вы сами, ребят, разбирайтесь, делайте, надейтесь на себя. Как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Что вы делаете с новичком в первые прям, даже не 48 часов. Сейчас, секунду. 11 часов. 30 минут. В первые 48 часов вы с новичком проводите активацию личного кабинета. Лучше это сделать прям сразу. позвонить и активироваться. Далее вы его отправляете в приветственное письмо и приглашаете на презентацию. Если человек не может на презентацию зайти, на скайп-собеседование выбирайте удобное время, чтобы он прослушал информацию начальную. А презентацию смотрит в записи. Если человек работает с телефона, то учите его заходить на семинары через браузер Puffin. Далее приглашаете на бизнес-школу, даете форму регистрации на наш сайт. Я его каждый день отправляю вам по электронке. Ребята, вы можете открыть расписание. И там есть записывайтесь на бизнес-школу. Ссылочка и пароль на главную страничку, где вы можете записаться. И там же подписаться на мою рассылку. Далее добавляете новичка в чаты, в нужные чаты. Не надо его сразу в 25 чатов добавлять. Добавьте его в один чат своего менеджера и в чат бизнес-школы для начала. Потом он сам добавится и в продуктовый чат, и в прокачай-чат, где прокачку мы делаем страничек. Ребята, здесь все понятно? Немножечко поподробнее, как проходит активация. Вот смотрите, вы можете при регистрации выбирать, как человек будет активироваться. По смс-ке или через электронку. Я вам рекомендую, конечно, сами смотрите, в зависимости от того, насколько близкий человек. Если легко с ним связаться, то без разницы. Вы можете тут же ему набрать, сказать, там, Маш, быстренько активируй личный кабинет, чтобы я могла под тебя регистрировать. Или на электронную почту. Ну вот смотрите, какая бывает проблема, что человек не выходит на связь. Если мы ему отправили заявку, активацию по смс-ке, то мы уже активировать никак кабинет ему не можем. Если же мы выбираем по электронке, то мы можем сами провести активацию, чтобы продолжать под этого человека регистрировать. Каким образом? То есть вы заходите вот сюда, на человечка нажимаете, и там выпадает вкладочка, вы выбираете настройки, и меняете электронный адрес на какой-то свой, который не задействован в Арифлейм. Отсылаете себе письмо, вот тут вот ставите галочку, ну нажимаете на эту кнопочку, отправляете уже себе письмо, проходите активацию, и почту можете обратно поменять на ту, которую указывал новичок при регистрации. Единственное, что может быть потребуется, это выйти и зайти заново в личный кабинет, чтобы почта активировалась ваша. Сейчас, секунду. Перезвоню. Ребята, это понятно, как активацию сделать? Вот, чтобы человек активировался, вы ему отправляете сообщение, что сейчас я вам отформлю личный кабинет, вам придет смс на телефон или на почту, придет письмо от компании, где нужно будет пройти активацию. Как сделаете, сразу напишите мне. То есть когда регистрацию провели, напишите человеку, так, все готово, делайте активацию. Следующий шаг, который вы делаете сами, ребят, если вы новичок, у нас вот есть же в комнате сейчас новички, или к вам пришел новичок, это не обязательно быстро сделать, в течение 21 дня, в любое время. Нужно провести верификацию, также в личном кабинете. То есть первый шаг, заходите в личный кабинет, ну здесь кусочек личного кабинета, и нажимаете кнопку заказа. Нажали, выпадает новая страничка, с левой стороны выходит такая вкладка, вам нужно выбрать управление моими документами. Опять происходит обновление, и выходит новая страничка, вот здесь вот будут запросы, и здесь номер паспорта у вас укажен, который при регистрации, и вам нужно здесь нажать, копия паспорта выбрать. То есть вы заранее загружаете фотографию, вы можете это с телефона сделать, сфотографировать буквально на телефон, свою первую страничку паспорта, где ваши данные. Главное, чтобы было хорошо видно серию номер, чтобы компания сверила, что нет ошибки. Нажимаете выбрать, загружаете фотографию, нажимаете кнопочку добавить. Все. Это буквально сделать занимает 3 минуты максимум. Вообще, да, все очень быстро. Это понятно, поставьте пятерочки. Сделать это нужно обязательно, чтобы была у вас активирована страничка полностью, чтобы вы уже могли строить бизнес полноценный с компанией Арифлейм. Либо можно отправить копию паспорта на электронный адрес паспорт 2С собака.ariflame.ru Также в теме письма вы пишете свой регистрационный номер, прикрепляете файл. В самом письме вы пишете, а также свой регистрационный номер и полностью фамилия, имя, отчество. Без ошибок. Понятно? Тут ничего сложного нет. Далее вы новичку отправляете сообщение. Да, там, поздравляю, вы приняты на стажировку. И открыточку. Вы можете открыточку сделать сами, если умеете, или взять ее с сайта. Сайт мы вам обучающий отправим. Уже всем, кто прошел все четыре урока, сегодняшний посетил, вы получите уже доступ к нашей библиотеке, я этот сайт так называю, где собраны все инструменты для работы, все онлайн-технологии, подсказки, фишки, все видеоматериалы, которые необходимы. То есть, да, ну, конкретно прям библиотека. Там же все картинки, которые нужны для работы и так далее. То есть, вы можете взять оттуда эту картинку, себе сохранить на компьютер и всем новичкам ее отправлять. Следующее. Вы приглашаете новичка на вводный. На вводный, который проходит у нас, или на презентацию, да, в 12, 14, 17 и в 20 часов. Вводник, ребят, мы сейчас как раз в процессе создания вот этой таблички, поэтому вы следите просто за почтой и за сообщениями в чатах. Мы буквально вот сегодня-завтра скинем уже готовую табличку, куда вы сможете записывать своих новичков на вводное занятие или на презентацию их отправлять. Если идет на презентацию, то просто даете нашу ссылку, она у вас есть, вы сейчас по ней перешли в комнату. Учите новичка, как зайти правильно, то есть, чтобы он только вписал имя, фамилию, жал, окей, никаких паролей не нужно. Ребят, иногда в соцсетях, когда ссылку скидываете, и человек на нее нажимает, то он переходит куда-то не туда, то есть не на нашу страничку, там требуются пароли какие-то непонятные. Учите его, что нужно скопировать целиком, вот вместе вот с этими цифрами, после запятой, и вставить в браузер, в строку, тогда он точно попадет в нашу комнату, никаких паролей не нужно. Ребят, это понятно? Поставьте плюсики. Всегда подпись оставляйте. Когда вы сообщение отправляете, например, на электронку, то всегда ставьте свою подпись, делайте ее стандартную, красивую, чтобы там были ваши контактные данные. Если вы переписываете где-то в соцсетях, то подпись, соответственно, не нужна. То есть, разделяйте, что нужно, что не нужно. Далее, перезнакомьтесь со своими всеми спонсорами. Ребят, вот ваша задача, если вы хотите человека включить быстро в команду, то, чтобы он стал ключевым партнером, его нужно ввести в команду и перезнакомить со всеми наставниками. Верно, Свет, можно через сокращатель прогнать, тогда будет открываться. Да, или так, или так. Далее, посещение презентации. Ребят, смотрите, если ваш новичок идет на презентацию или кандидат, то есть человек, который вообще еще ничего не знает, то ваше присутствие, сопровождение обязательно. Вот вы знаете, представьте себе, что вас пригласил кто-то, да, и говорит, там, Таня, ну ты зайди, а я пойду пока, ну, там, обед готовить, меня не будет. Ты зайди, не стесняйся, там все нормально. Как вы думаете, комфортно будет Татьяне, да, или нет? Скорее всего, нет. Даже если она видит в комнате, что Маша, которую я пригласила, тоже тут, Татьяне будет спокойно и комфортно, она как будто бы под крылышком. То есть новичку нужно немножечко привыкнуть к нам, да, к этой обстановке, а потом он уже сам будет вперед вас заходить в комнату, да, еще у нас есть такие новички, которые спонсору пишут, так, ты где? Почему тебя нет на семинаре? Ну-ка быстро на семинар. Да, такие тоже есть активные. Мне очень нравятся люди с такой позиции. Вот, что важно сделать после семинара, после, да, после презентации. Сразу, да, поговорить с человеком, как он понял, все ли он правильно понял, да, понятна ли ему идея бизнеса. То есть, да, важно вот не просто бросить человека, а закрепить вот эту вот информацию и проверить правильность восприятия. Человек, да, ушел действительно с презентации, окрыленный, он понял, что он реально может сам, да, своими силами, с помощью нашей команды, проекта и обучения зарабатывать деньги, при том, что, да, ничего не вкладывая. Следующий шаг, четвертый, вам нужно человек сопроводить на бизнес-школу. То есть, даете ссылку, он ее заполняет, да, и ваша задача, ребят, тоже по возможности ходите на бизнес-школу. Повторение «Мать учения». Потом же вы ее наслушаете, эту тему, одну, другую, третью. Вы же потом сами будете вести, ребят. Не боги горшки обжигают. Такие же ребята, которые пришли с нуля и сейчас научились, проводят тренинги, школы, семинары и планерки. И вас тоже это ждет. Поэтому лучше, да, уже быть в курсе, что говорить, как говорить. Следующий шаг – это добавление в чаты. Вот сначала надо спросить человека, надо ли его добавить в чат. Объяснить, зачем нужен чат, насколько он классный, что он помогает. Если он будет мешать, можно отключить в настройках оповещения, чтобы он не пиликал целый день, работал без звука. И в чат попасть уже второй раз невозможно будет. Если ты выйдешь из него, то что я тебя буду каждый день добавлять туда-сюда? Нет, надо определиться, хочешь или нет. Если вы человека добавили в чат, ребят, его надо круто представить, сделать промоушен вашему новичку. То есть прям классно, встречайте. Марию Петрову из города такого-то. Она мамочка двоих детей, работает медсестрой. Маша амбициозная, классная. Она хочет добиться успеха вместе с нами. Маша, в этом чате тебе все помогут. Будь как дома, не стесняйся. Ребята, вы можете этот текст написать, как бы заготовочку заранее, а потом немножечко редактировать уже под конкретного человека, чтобы не тратить время. Но презентовать человека надо обязательно. Нельзя просто так его добавить в чат и молчком оставить. Потому что иногда мы просто даже не видим имени человека, кого вы добавили для нас. Может быть, какой-то там набор английских букв и цифр. И непонятно вообще, кто зашел, мальчик или девочка, что с ним делать, как общаться. Далее. Ребят, после того, как вы прошли стажировку, вот эту, да, нашу бизнес-школу, вы готовитесь к рекрутированию, вы получите диплом. Мы дипломы будем вручать на планерках по мере того, как люди будут у нас тянуться. Или если это уже близится онлайн-банкет, то мы прямо на банкете будем поздравлять наших партнеров, которые вот буквально в последние дни закончили бизнес-школу, да, и стали у нас дипланированными специалистами, которые уже прошли первую ступеньку обучения бизнесу, интернет-бизнесу. Далее. Вы получаете такой сайт, наш обучающий, я про него говорила, что это наша библиотека, где уже есть собраны все материалы, инструменты для работы, и пароль пока только в раздел новичку, да, потому что, ну, в принципе, там самое главное. Далее. У вас должны быть, да, на рекрутинг вы выходите вместе со спонсором, чтобы спонсор вам во всем помогал. Семь дней, да, минимум, вы должны отслеживать свою статистику и записывать результаты. То есть вы за семь дней отработаете свою скорость. То есть вы будете знать, например, сколько вам времени нужно, чтобы сделать рассылку ВКонтакте и получить одну заявку или получить 15 откликов. Сколько времени вам нужно в Инстаграм, да, и сколько действий сделать, чтобы получить 15-20 откликов. То есть вы должны все фиксировать, выявить свою статистику, чтобы потом спланировать свой рабочий день. У вас должны быть ежедневные коммуникации со спонсором. Ежедневные. Ребят, чем чаще вы звоните и надоедаете своему спонсору, тем быстрее вы вырастите по карьерной лестнице. Это закон. И каждый каталог, да, вы просто корректируете свои планы, потому что кто-то быстрее растет, кто-то медленнее. Ребят, ну, да, все индивидуально. У кого-то подготовка уже лучше, да, вы пришли уже готовые. Может быть, кто-то раньше работал в банке на телефоне или с клиентами и уже знает, как вести эти продажи, как разговаривать с человеком, как вести разговор. А для кого-то это совершенно новая тема, абсолютно непонятная. Соответственно, да, и результаты у всех будут разные. И каждый каталог, да, каждый день вы записываете отчетики, ведете свои таблички. Примерный план ежедневных действий. Ребят, смотрите, утром встали, зашли на планерку в 10 часов, подзарядились, да, энергией, энтузиазмом, узнали, какие новости, да, кого-то там поздравляют с новыми достижениями или с днем рождения. То есть подзарядились. Планерка идет от 15 минут до где-то получаса. Редко. Но если я веду, то я могу на час, конечно, провести. Потому что я делаю планерки объемные, да, информационные, но тоже стараюсь сделать их поменьше. Далее вы занимаетесь приглашением людей на презентацию. То есть на 14 часов вы набираете людей или записываете на скайп по расписанию. То есть или на презентацию предлагаете, или на скайп. То есть ваша задача найти каждый день людей, которые прослушают информацию. Где мы работаем? Список знакомых. Если вы будете делать 10 звонков в день по списку, вот по шаблончику, который мы давали в первом дне, то у вас будет постоянный поток людей. Далее. Если вы работаете в соцсетях, то в зависимости от метода работы, если вы выполняете норму, хотя бы, да, минимальную норму и больше, то вам важно получать 15-20 откликов. Ребят, не важно, какой метод вы взяли, каким-то полегче работать, вот с каким-то посложнее. Но если вас этот метод устраивает, то вы делаете до тех пор рассылку, пока вам не пришло 15-20 сообщений, такого плана. Мне интересно, напишите, что за работа, а что нужно делать. То есть, понимаете, должен пойти интерес. 15-20 откликов. Запишите себе. Тогда у вас будет точно вот с этого метода одна-две регистрации в день. То есть, у вас с теплого метода будет идти до обзвона списка знакомых, одна-две регистрации, и с холодного. Ребят, почему мы настаиваем на работе с теплым рынком обязательно? Вспомните первый урок. Как вы думаете, почему теплый рынок в списке знакомых должен стоять на первом месте? Как вы это поняли? Напишите в чате. А новички должны догадаться, почему именно этот метод работы самый перспективный. Жду от вас обратной связи. Я пока привожу примеры, как работать в соцсетях. Например, если вы работаете в Инстаграм, то у вас должно быть, ребят, минимум 50 аккаунтов. И вы работаете не со всех каждый день, а чередуете. Например, 25 сегодня обработали, завтра они у вас отдыхают. Вы с них будете работать послезавтра. На следующий день вы работаете со следующих 25. В день примерно у вас должно быть 4 тысячи, 5 тысяч подписок. То есть вы раскидываете на аккаунты, делаете подписки. И 200 комментариев. Этот метод вам даст столько откликов и регистрации. Может быть, даже больше. Так, пишем обратную связь. Почему на первом месте стоит список знакомых? Все должны ответить. Следующий метод – ВКонтакте. Ребят, минимум 10 аккаунтов. Минимум. То есть что мы можем делать ВКонтакте? Это делать от 100 лайков. Просто лайкать фотографии. Это лучше с брендовой странички прямо делать. Добавлять с каждой странички по 15-20 человек в друзья. Но не подряд, ребят. В ВКонтакте важно, как говорится, чередовать действия. То есть полайкали, в друзья добавили. Полайкали, там, с днем рождения поздравили. То есть в каждой страничке не друзья. Мы можем отправить 20 сообщений, не больше. Поэтому мы можем привлекать внимание людей к своей страничке, которая, да, заточена под бизнес. И они уже сами будут вас спрашивать, а что за работу вы предлагаете? Правильно. Быстрый результат. Самый выхлопный. Стабильный. Доверие уже есть. Да, ребят. Быстрый карьерный рост. Из 10 человек, которых вы зарегистрируете со списка знакомых, один станет директором. Из 100 человек, которых вы с холодного рынка зарегистрируете, да, которые включатся в работу, ребят, не те, кто молчаны, а вот которые начнут шевелиться, обучаться что-то делать. Из них только один будет директором. То есть где быстрее расти? Естественно, с теплого рынка. Далее. Обзвон по резюме. Если вы делаете, то это 20 результативных звонков. То есть вы дозвонились, человек говорит, да, я ищу работу. Я вот вчера сделал 10 звонков, не помню, по-моему, четверо сказали, а мы уже нашли работу. Четверо оказались недоступны. Ну, как бы это не результативные звонки, а именно те, кому мы дозвонились и поговорили. Ребят, это по приглашениям, да, план ежедневных действий. Вы выбираете какой-то один из методов. Может быть, только Инстаграм и список, или только контакт и список. То есть не раскидывайте энергию, там, не зная куда, не зная как, да, сконцентрируйтесь, бейте в одну точку, и тогда пойдет результат. А если вы забежали в ВКонтакте, человек 10 добавили, в Одноклассников пошли, там, 100 лайков поставили, там, на Фейсбук забежали. Ребят, раскидали энергию, да, и ничего толком нету. Бейте в одну точку. В нашем случае две точки, список знакомых и один из методов, да, в интернете. Если это доски, объявления пропустила, то нужно в день подавать минимум 100 объявлений на раскрученных досках. У нас есть семинары по работе на досках. И еще поднимать старые постоянно. Постоянно их поднимать, чтобы они были наверху. Ребят, по этому пункту все понятно? Далее, что вы будете делать? Третий пункт. Пользоваться продукцией, рассказывать о своих ощущениях. То есть, да, каждый день с кем-то о продукции надо поговорить. Сестре рассказали, подружка в гости зашла, да, помажьте ее новеньким там, кремом, дайте блеск попробовать, который себе взяли, расскажите про зубную пасту. То есть, вот все, что вы себе взяли в заказах, ребят, вы это должны использовать еще и как тестеры. То есть, максимально всех обмазать, чтобы они обнюхались, да, балдели и тоже хотели то же самое. Далее, войдите в ключевую команду, потому что быть в ключевой команде, это, конечно, ответственно, это серьезно, ребят, это заявка на то, что вы действительно хотите расти, и это гарантия быстрого карьерного роста. Какие у нас правила ключевой команды? Да, правила, заявочку я отправляла на почту, да, кому нужно продублирую эту заявку, в принципе, ее периодически буду скидывать в чатах. Правила ключевой команды, да, или у спонсора попросите, который в ключевой команде. Личный заказ 150 баллов и обязательно подписка в Эл. У нас фокус держим на минимум 1 регистрация в день и работаю со списком знакомых. Раскручиваем канал YouTube, у нас это будет дальше в обучении. Прокачиваем личный бренд, то есть постоянно, да, фотки, видеоролики, посты интересные, чтобы люди уже шли на вас, а не на рекламу. Участие в планерках, презентациях, семинарах и не просто присутствие, да, а уже у нас ключевая команда потихонечку, да, берет на себя ответственность и начинает что-то понемножку проводить. То ли где-то слова на планерке берут, а в ори-турах участвуют, то есть понемножечку, да, продвигаются в спикерстве, потому что нужно этому тоже учиться. Естественно, после прохождения обучения, не то что с бухты барахты, рост ежекаталожно придерживаться плана, который вы составляете для себя с помощью спонсора. Ежедневно пишем отчет в табличке, как я говорю, нет отчета, нет работы, да, потому что если нет отчета, то вылетаешь из ключевой команды, да, один раз не заполнил табличку, без предупреждения, без объективной причины, соответственно, ты не работаешь, зачем ты мне нужен. Ребят, в ключевой команде, к счастью, нет никаких поблажек, потому что, да, реально, если начинаются поблажки, и, ну ладно, ну ты такой хороший, давай завтра сделаешь. Ребят, расхолаживается все, дисциплины нет, и ни у кого нет карьерного роста. Поэтому у нас все четко, у нас отдельное ключевое обучение, отдельные планерки, да, мы уже с ключевой командой генерируем мысли, идеи, да, принимаем совместные решения, то есть это такая команда, которая ведет к успеху всех. Поэтому я вам рекомендую, конечно же, подумать, да, все взвести и записаться в ключевую команду, если готовы. Ребята, с уровня директор, что вы получаете? Это уже банкеты, конференции, премии, автомобиль в подарок, всякие, да, преимущества. И ваша цель на ближайшие 6 месяцев должна стоять открыть звание директора. Ребят, это должно быть вашей целью. Сейчас, внимание, смотрите, как это работает. Вот ключ, да, всего за 6 месяцев у нас укладывается 8 каталогов, поэтому здесь вот стоят 8 цифрок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы все стартуете с разного каталога, да, поэтому я, вы здесь для себя будете ставить таблички, например, девятый каталог или десятый, одиннадцатый, двенадцатый и по нарастающей. Вы уже сами себе поменяете. Смотрите, итог ваш должен быть 7500, уровень 22%. Вы лично делаете заказы всего на 150 баллов. И вы также, да, неважно вы директор или бриллианты, вы постоянно должны показывать пример команде личными регистрациями. И у вас в команде на уровне директор должно быть примерно 23-25 ключевых партнеров разного уровня. То есть это в ветках. Да, ключики. Кличиками. А, ключики. Ключики. Алло, ошиблась. Очипятка. То есть, да, ключики у нас на уровне директора у вас должно быть в команде вот таких партнеров, которые идут к своим целям. Естественно, да, у вас две веточки будет и в ветках разного уровня. Трешки, да, шестерочки, девяточки, двенашки, пятнашки. И эти люди, да, в ключевой команде. Это понятно, ребят? Сделайте себе копию этой таблички. Копию таблички. И смотрите, мы разбиваем примерно, да, план роста. Вот в первом каталоге задача стоит выйти на 9%, то есть 900 баллов. Стремимся личный заказ сделать 150. Личных регистраций, ну, в первых каталогах может быть не так много, а может быть наоборот 10-15, да, пока раскачались, раскрутились. И у вас выявятся 3-4 ключевых партнера. И так в каждом каталоге у вас будет идти рост. Далее, вот смотрите, берем первую задачу. Сейчас мы рассмотрим только ее на ближайший каталог. Да, переносим сюда задачу. У нас с вами в каталоге 3 недели. Мы берем и вот эти вот цели, да, вот на весь каталог, вот эти вот 900 баллов, да, сразу так страшно, мы разбиваем на каталоге. На неделе. То есть мы пишем 150 баллов понедельно, расписываем 900 командных, то есть в неделю 300 со всей командой ваших 50. Регистрации разбиваем на весь каталог по неделькам. Командные регистрации, потому что спонсор помогает, новички включаются, их уже будет больше. То есть мы ожидаем 20-30 регистраций за каталог. И ключевых партнеров за каталог у вас придет 3-4 человека. Примерно, да, какой результат вы получите по итогам каталога. Уровень 9%. В команду придет 20-30 человек. Прошу прощения. Тоже делайте скрины. 2-3 активных партнера. Доход примерно 2-500. 2-500 с командой и с личного заказа, то есть с премьера. Скрины успели сделать? Поставьте плюсики. Я вам, в принципе, эти слайды выгружу в задание, чтобы вы могли там еще посмотреть себе, скачать для работы. Далее. Следующее. Мы планируем на неделю уже. То есть вы берете, да, у вас с понедельника начинается первая неделя отсчет. То есть вам нужно, вы как будете писать, и того, да, план-факт. План-факт. То есть по плану у вас стоит на неделю личный заказ 50 баллов. Вы ставите, например, в первый день... Ой, не туда написала. Сейчас, секунду. То есть ставите себе план, например, в понедельник занятый обучением и чем другим. На вторник вы ставите план встретиться с кем-то из знакомых, полистать каталог, показать продукцию. Поставили план. Вечером пишите, сколько заказ у вас получился от этого человека. Например, получилось не 10 баллов, а 15. Пишите по факту, что сделали заказ на 15 баллов. Ура! На следующий день, да, вы расписывайтесь, с кем вы встретитесь, с кем полистаете каталог, поговорите о продукции. Или в интернете вы кому-то из знакомых раскидаете электронный каталог и напишите мотивационную запись. Смотри каталог, я теперь консультант компании Арифлейм и выполню любой твой заказ. Что понравилось, коды пиши в ответном сообщении. Все, вы можете собирать заказы как с личных встреч, так и с интернета. Кстати, вот на сайте, который вы получите после обучения, там есть раздел, как собрать заказ 150 баллов, и там есть подсказки, как сделать электронный каталог, как сделать группу ВКонтакте, там и так далее, и так далее, то есть, чтобы продуктовая коммуникация шла или по горячим контактам, или по интернетам, да, по онлайн контактам. Далее, товар и оборот команды. Ну, вы пока команду набираете, да, вы в конце вот тут себе расписываете, что по плану уже на пятый день должно быть 50 баллов, да, на шестой еще 50, на седьмой 200 добавляется, и того, да, по факту у вас должно быть 300 баллов. В конце недели записывать, сколько суммарно получилось. Также вы расписываете личную регистрацию, план, факт, план, факт, да, понятно? Командные, работа в соцсети, то есть, вы выбираете себе метод работы, и вот тут вы вписываете план, сколько действий вы сделаете, пишите свою. В соцсеть, например, ВКонтакте пишите задачу, поставить тысячу лайков, пригласить там с пяти страничек 100 человек, друзья, и поздравить с днем рождения. 12 часов. В каждой страничке еще у нас получается, если 10 страниц, 200 человек. То есть, вы спишите себе задачи на день, сами, ребят, расписываете, что вы делаете, в зависимости от метода работы. Далее, звонки по списку знакомых. Просто каждый день, с утра или в обед садитесь, обзваниваете 10 человек по списку. Список у вас уже должен быть написан и пополняться. Представьте, сколько вы действий сделаете за неделю. 70 человек проработаете, 7000 человек, да, если это в какой-то соцсети проработаете, привлечете внимание. Представляете, какой поток пойдет. Маховик раскручивается, да, вот эти 10 становятся. Они вроде бы простые, каждый день у вас уходит на это полтора-два часа. Но результат будет улучшаться с каждым днем. Далее, по обучению пишите себе задачу. Посетить там планерку, семинар, на презентацию прийти, книгу читать. То есть, выбираете себе книгу, полезную, нужную. Это не роман, ребят, однозначно. Сейчас нужно тренировать свои мозги. В результате за неделю вы посетите 7 планерок, примерно 5 семинаров, а каких-то еще в записи послушаете и прочитаете одну-две книги. Ну, в зависимости от толщины книги, а то, может, и 5. Я от брошюрки читаю маленькие. Там их легко читать. Быстро. Я буквально за день брошюрку прочитываю. Ребят, все понятно по планам? Поставьте пятерочки, кто с планами разобрался, кто понял, как их составлять, как писать. Таблички вам выгружу на сайт. Вы уже под себя их будете корректировать. Замечательно. Молодцы. Вопросы у кого-то остались по планам? То есть если вы возьмете такую динамику развития, ребят, вы за полгода выйдете на уровень директора, может быть, раньше, потому что, может быть, вам попадется мощный ключевой партнер, который начнет просто махину эту двигать не по дням, а по часам. Поэтому будет немножко легче. Итак, ребят, что вас ждет впереди? Конечно же, это мощная карьера. Вы сами себе определяете цель, задачи, мы вам только помогаем. Мы вам помогаем настроить систему, помогаем разобраться досконально во всем. Дальше вас ждет обучение турбо-рост. То есть, да, после бизнес-школы я еще не приняла решение, запустим ли мы его с понедельника или подождем, пока народу побольше пройдет еще неделю бизнес-школу, и уже со следующей недели с нового каталога запустим турбо-рост, еще дополнительное обучение. Там уже дается больше инструментов, онлайн-инструментов. Да, уже вы будете более продвинутыми пользователями интернета. И следующая школа уже ГУР. Это группа ускоренного роста. Конечно, это уже для менеджеров будет. Какие цели, да, ребят, научить новичка действиям, которые легко дублицируются? Есть привычки, которые свойственны успешным людям. Если вы их в себе выработаете, то вы, соответственно, тоже станете успешным. Ребят, ну, знаете, как чистить зубы? Вы же выработали в себе привычку чистить зубы каждый день. Да. Вы выработали еще какие-то привычки. И также можно выработать привычку планировать. Привычку, ой, не туда нажала. Планировать, учиться, брать на себя ответственность, не замечать препятствий, решать задачи, делать все вовремя. И самые сложные дела делать с утра. Да, быстро сделали рекламу и отдыхаем. Любой навык или привычка встраивается в вашу жизнь за 21 день. То есть, если вы 21 день напрягаетесь, да, вам это иногда тяжело, ломает, лень, хочется бросить, то если вы продержитесь 21 день, ребят, то вы уже потом будете это делать, как обычное дело. То есть, для вас это не будет никакой проблемы возникать. Напишите, пожалуйста, обратную связь, ребят, что вот из сегодняшнего семинара вам понравилось. Все ли вам понятно или остались какие-то вопросы. Я вам постаралась сегодня изложить, как бы подвести резюме тому, всему, чему вы научились за эти 4 дня. Да, наметить план работы с новичком, потому что заявки у вас уже должны приходить. И конкретные четкие действия, что делать каждый день, чтобы прийти к успеху быстро. Все доступно и понятно. Ребят, буду проверять сегодня уроки. Обучение, естественно, вышлю только тем, да, и сайт, кому, кому же можно, то есть, кто выполнил все предыдущие 4 урока. Вот, вышлю не сразу, потому что страничку нужно доредактировать, еще наполнить ее вот этими табличками и так далее, ролик обработать. Поэтому, да, в течение дня вышлю обязательно. Ваша задача, да, делать уже, учиться дальше, продолжать, двигаться вперед и набирать свою команду. Сегодня презентация у нас будет от великолепного спикера Галины Брюхановой. Я очень люблю ее презентации, такие четкие и понятные. Ребят, приглашайте на 14 часов. Просто приглашайте активно, да, не, как говорится, не оставайтесь в стороне, потому что именно с презентации приходят самые лучшие регистрации, то есть люди, которые послушали живую презентацию со слайдами, потому что здесь подключилась и визуализация, и понимание всего. Я считаю, что это лучший вариант приглашения людей в команду. Спасибо вам за внимание. Отличного, продуктивного вам всем дня сегодня желаю. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.